На этом уроке я хочу с вами продолжить серию Охроним к Талмуду И сегодня я попробую сделать небольшой урок по творчеству Рабимоши Штаренбуху Это мудрец, которого мы очень много переводили на другой совсем серии уроков, которая не дублировалась на Ютьюбе, а именно вопросы и ответы мудрецов Шалат Витшивот, Респонса И там я очень много переводил из книг разных томов Шувот Виан Хагот Это тот же самый автор Очень уже пожилой раввин в земле Израиля Считается из более правых с точки зрения своего шкафа Он, кстати, из потомков Вилинского Гаона и во многом полагается на псаки Вилинского Гаона Есть у него немножко к Талмуду Пирпулем Я не думаю, что он считается как стандартный рожь Ешива, например Как те, которых мы уже немножко переводили Как в Ешивах изучают Шиур, так сказать Но, во всяком случае, его, вы увидите, называется Пшатви Иун И простой смысл, и Иун Такое вот у него название его Хидушим к Талмуду И всего, насколько я понимаю, вышло пять томов Это два тома по Брохот Две просто... Они не то, что два тома даже, а скорее Два разных комментария просто к Брохоту И их мы будем использовать сегодня, эти два тома Для нескольких примеров А еще у него есть к трактату Псахим, к трактату Китубот и к началу Хулина, кажется Во всяком случае, этот мудрец, у него свой специфический стиль И вы увидите, мне кажется, что стоит хотя бы один урок сделать Опять же, я стараюсь выбрать такие темы, где будет интересно и полезно И без того, что не только, чтобы выучить в принципе какой-то Любая халаха, любой пилпул, любая часть Талмуда Если изучаешь, это, конечно, изучение Торы Не обязательно, чтобы это имело практическое применение Но я стараюсь именно выбрать то, что имеет какое-то практическое применение Или какое-то интересное объяснение, необычное Поэтому я думаю, что есть в этих уроках двойной и тройной смысл Разные виды пользы Значит, первый пример, который я приведу Из трактата Брохот Он обсуждает самую первую мишну, с чего начинается, собственно говоря, трактат Брохот И приводит слова Ницива Видите, мы недавно как раз с вами обсуждали творчество Ницива Рабинафтали Свия Гуда Берлина Так вот он пишет Что спрашивает он такой вопрос Кимора в самом начале Брохот обсуждает Почему с первой мишну обсуждает про шма вечерняя А вторая про утренняя шма Почему не в обратном порядке Почему не начать с утреннего шма Кстати, наши сидуры напечатаны так, что обычно утренняя молитва напечатана до вечерней В стандартных сидурах Так вот на это Ницив отвечает Да, Гимора на это дает свой ответ Но Ницив говорит, а почему не ответила Гимора Что так как это первая митцва, которую мальчик будет исполнять То есть с этого начинает еврей свою самую первую митцву в жизни, которая из Торы До этого это был хинух, его обучал отец Читать шма и другие митцвы делать возможно Но вот первая митцва, которую он сделает Как только станет бар митцвой Это вечерняя шма Как только наступит ночь Когда ему исполняется 13 лет полных Как говорится, 13 лет и один день То есть первый день от 14 года наступит Как только ночь наступила Он уже достиг возраста бар митцвой Ему нужно читать шма Почему не сказать, что из-за этого Ребби выбрал именно с этого начать Самую первую мишну Всех миш на йот И с этого начинается весь Талмуд И из-за этого пишет в Ницив В смысле, что есть известная шита, которая, в принципе, считается не главной в халахе Но эту шиту мы когда-то приводили, когда приводили книгу Рава Харфинеса по хинух Исраэль По обучению Что хотя бы мы привыкли считать, что бар митцва это с момента, когда ночь наступила Как только наступила ночь на день, когда был человеку полных 13 лет Его годовщина, так сказать, рождения Он уже взрослый Но есть мнение, что и часы считаются Если человек родился, например, днем или там посередине ночи Или еще в какое-то время То именно в этот час он становится потом бар митцвой То есть должно пройти ровно 13 полных лет от его дня рождения А не с вечера Что нужно целые дни только считать Так вот, говорит, что отсюда Ницив тоже считает Что доказательство, что действительно не у всех первая митцва Исторой будет для них чтение шма вечернее Что бывает, что человек родился поздно ночью или вообще утром И тогда у них все еще исторы, они не взрослые Когда наступит ночь на 13-е Поэтому Не сказал Гемора, что Рэби выбрал начать с кред шма вечернего Потому что это первая митцва Это не всегда, далеко не всегда В большинстве случаев это будет тогда не первая митцва Например, если человек родился утром Соответственно, его первая митцва будет утренняя шма Исторой Так вот, он пишет Что я, говорит, видите, интересная вещь Он пишет даже свой собственный опыт У него же отец тоже был мудрец, похоже Я, говорит, помню, что я нашел в геморах моего отца Что там было написано Точное время рождения каждого ребенка Включая не только день, но и время Часы и минуты, наверное Точное время рождения каждого ребенка Что говорит, мой отец это сделал наверняка Я потом только понял, что он это сделал Чтобы знать, когда каждый из его детей Станет взрослым по всем мнениям То есть, когда наступит хиев, соблюдать заповеди истории На самом деле, есть большой хидуш в этом понимании Если действительно часы тоже считаются То человек, который, допустим, родился в 5 часов утра Да, его день рождения в 5 часов утра Тогда ему нужно будет в день бармитвы Еще раз прочесть шма После того, как наступит 5 часов утра Да, потому что Тот шма, который он прочел в начале ночи Это еще был Дарабона Но он еще не был взрослым И теперь, когда он стал взрослым в 5 часов ночи Да, когда еще ночь Он должен прочесть снова вечерняя шма И мы никогда не слышали, чтобы Да, гемора должна была такой большой хидуш нам сообщить Что каждый человек должен знать, в какой час он родился И поэтому, если он родился ночью Ему нужно будет заново читать шма ночное Если он родился днем, опять же, до третьего часа То ему нужно будет заново читать утреннее шма Потому что то, что он прочел до этого Не засчиталось ему исторой Никогда такого не слышали Чтобы люди были с этим осторожны Или чтобы хазар где-то это сообщили Поэтому это как раз кушае большая На мнение, что часы тоже считаются В отношении бармитцевы Если такое большое следствие Из-за этого, что нужно заново читать шма, например И другие запады Может, такая навкамина Что человек поел, скажем И насытился И побенчал И он все еще сыт А теперь наступило время, когда у него бармитцева Нужно ли заново бенчать? Много вопросов такого типа Но я сейчас даваться в это не буду В любом случае, вот такое интересное Замечаем, где он даже отца своего цитирует Окей Еще связанная вещь Да, это вот все связано с предыдущим На самом деле Да, что есть те, кто, говорит, что считают Что невозможно, что вдруг Сталан Хаев Если до этого не был Хаев Я, говорит, знаю, что был случай С главным рэби Гурского движения Он сам литовский еврей, в принципе Но часто цитирует их российских лидеров, в том числе Что когда его сын умер, он хотел, чтобы его похоронили до того, как закончится время Шма Чтобы еще успеть прочесть Шма в этот день И не считал, что если в начале времени Шма Чак не был Хаев, то тогда он уже все равно По турбе В смысле, когда человек онен Когда у него кто-то умер, еще не похоронен То он освобожден от всех положительных заповедей Так он занят только похоронами Так вот, видимо, рэби так не считал И не положился Не считал, что если он освобожден сейчас То будет освобожден уже и до конца времени И считал, что если успеет похоронить До того, как закончится время Шма То будет мить своему прочесть Шма вовремя Пока еще третий час не закончился То есть получается, если мы следуем мнению Что когда человек даже не был Хаев в начале времени Шма Все равно может стать Хаев позже То есть тогда и человек, которого Если Бармитцева считается поздно ночью, например В момент, когда он родился То несмотря на то, что в начале ночи Когда все получили Хиев в Шма Он еще не был Хаев в истории Все равно может появиться Хиев посередине ночи, например Когда исполнилось ему полные 13 лет Я думаю, что причина, почему люди не беспокоятся об этом Что получается какие-нибудь свейк-сфейка своего рода Ведь, с одной стороны, большинство мнений считает Что Бармитцева наступает сразу, как только ночь наступила Но даже если мы беспокоимся о мнении Что Бармитцева наступит только поздно ночью Если человек родился, скажем, поздно ночью То все равно еще есть сафик Что, может быть, если не было Хиева в начале ночи То не будет Хиева и потом Поэтому есть двойная свейка Что не нужно будет читать заново Шма Ну, в любом случае, он себя самого цитирует еще в книге Муадим Узманим Четвертый том Это его книга, которая самая первая его Самая известная, наверное, его книга Муадим Узманим Его очень много цитируют по этим книгам Во многих синагогах есть эти книги Муадим Узманим Это по праздникам в основном Но тоже, конечно, много пильпулем по геморе Еще пример, когда он к Агаде здесь В начале трактата проходит Здесь много Агадот И вот я хотел привести один пример Там Всевышний как бы сетует на то, что он Хихрафтият бейти Весаравтият хихали Говорит Я разрушил свой дом И сжег свой хейхал Это внутренняя часть храма Так он говорит, что Нера демидуек Веглашон хихрафтият бейти Говорит, он специально использует в словах Хихрафти Хурбан Используется по отношению ко всему храму Дани Шарми на бай Это котля маарави Что от этого осталась западная стена От самого дома, так сказать Осталась самая западная стена Котль Шнира кихурба Это уже выглядит как разрушенное что-то Что осталась стена, но больше ничего нет Виилу мига хихал А вот отношение хихала Внутренняя часть храма Лони Шарми ума Оттуда вообще ничего не осталось Везеу висаравтият хали Поэтому использую выражение Я сжег хейхал Что там ничего вообще не осталось Окей, это было все из другого тома Брахот Более позднего А теперь из первого тома Который, кстати, я видел В одной синагоге Они не так часто распространены Его описания по именно Геморе, как я сказал Его Муадим Узманим и Чуот Венгагот Гораздо более популярные книги Ну вот интересные обсуждения Которые многие, конечно, обсуждают Насчет того, можно ли есть Перед вечерним шма Если не ешь целую трапезу Гемора открыто запрещает нам В начале брахот Кушать трапезу Перед тем, как прочел вечернее шма Но это тоже есть определенные исключения Я сейчас не буду в это вдаваться Да, если человек, например, попросил Чтобы ему напомнили Может быть, можно положиться Ну, допустим, например, на случай Когда, в принципе, человек сидит дома Да, еще не прочел шма И пришло время шма Или близко уже к времени шма Он не должен начинать трапезу Потому что боимся, что он так и не прочтет шма Да, начнет есть Займется едой Потом пойдет спать Так вот Вопрос том А если он ест не хлеб? Он пишет, что То софот першу шаису бисьюда давкой То софот он медаек Что выглядит, что только Подношение к трапезе Шизеу а маска на канве Охэль питоу миварех Да, что только потом он ест свой хлеб После того, как прочел шма И помолился Шаису рак бисьюдат пач Что запрету, когда хлеб ешь Умаше асру Охэль шамру Наверное Охэль кима виштекима Вишан кима Хаину декулам Яхад асур А валь биахилла ливад Хаису рак бисьюда Что имеется в виду Когда упоминается Я немножко поем Казалось бы, раз немножко Значит, это не обязательно хлеб Он хочет сказать, это когда Все вместе он сделает И поел И попил И поспал А валь биахилла ливад То есть он только собирается есть Запрет только, если трапезу будет есть Если только хлеб Но потом, позже он обсуждает Снова Эти же вопросы И в частности У нас же есть такая проблема Что есть виды мизунот Которые у нас софек А не хлеб или мизунот Известные три мнения В сухонархе Что такое патабабекиснин По мнениям По которым Допустим Только одно из них Патабабекиснин А остальные Это не мизунот А хлеб мамаш То тогда будет тоже хумра Соответственно Можно ли есть Такого типа Лакких, например Наидишь Да, разные там Какие-то пирожки И можно ли их есть Даже если действительно Запрет относится только к хлебу В случае, когда Какой-то запрет Относится только к хлебу Потому что это хотя бы Сафик хлеб И он говорит, что он даже Слышал от одного гадула Какого-то мудреца Который, если, например Пил чай И заедал его Этими Лакких Да, лекких Да, этими булочками Он сначала Дел брокху на чай А потом уже на булочки Ведь обычно Мизунот важнее брокха Чем же аколь Поэтому сначала Делет брокху Мизунот А он наоборот Делал Почему? Потому что Если эти булочки Имеют статус хлеба На самом деле Тогда Если сделал брокху На хлеб То уже и жидкости Покрыты по большинству мнений Да, напитки тоже И тогда уже невозможно Будет делать брокху на чай Брокху на чай Будет леватало Поэтому сначала Брокха делал на чай А потом уже на эти Но он сам потом пишет, что это не так, что даже если эти лекех считались бы как хлеб, все равно в отношении того, чтобы не есть их перед орвид, перед вечерней молитвой, в этом не нужно быть особенно строгим. И действительно, настоящую трапезу из них обычно не делают, человек не будет есть много этого, и чтобы забыть и не прочесть шма, это все-таки просто закуска. Вот интересный Минхак, который приводит Тософот, который был у Ри, раби Ицхака, что здесь Гемора говорит, что если человек остался в синагоге предпоследнем, что двое всего осталось, один долго молится, то второй пусть не оставляет его одного. У них были синагоги вне города часто, и было опасно человек уйти одному, он должен остаться с ним. Так говорится, что Ри, он продолжал молиться, не торопясь, если видел, что кто-то молится долго, чтобы потом не оставить его одного. Так на этом и дай Моша Штамбух, что Ри давка именно молиться продолжал долго, он не просто стоял и ждал. Почему? Потому что если бы он закончил молитву и стоял и ждал, и второй бы увидел, что кто-то его ждет, он бы стал торопиться и пытаться помолиться побыстрее, боясь, что его не дождутся. И все равно он, получается, бы нервничал и не смог бы нормально молиться. Поэтому Ри просто свою молитву тогда тоже растягивал, видя, что этот человек долго молится. Он тоже долго, видимо, в конце, может быть, молитвы стоял в тахануне, мольбы какие-то добавлял. Все, чтобы этот человек смог закончить свою молитву, и тогда они уйдут вместе. Окей, вот очень важный вопрос насчет того, да, Гемора здесь в трактате Брахот на восьмой странице обсуждает, что нужно заканчивать, как говорится, заканчивать свои парши вместе с общиной. Имеется в виду следующее, что каждый человек, ну, по крайней мере, мужчина, видимо, это все выходит из митсвы Тальму Тора все-таки, поэтому это, видимо, относится в основном к мужчинам. Каждый мужчина, по крайней мере, должен прочитывать недельную главу вместе с общиной. То есть, имеется в виду, как поняли большинство мудрецов, что уже с начала времени, когда община начинает читать очередную главу, вот, например, мы в эту неделю уже читали Пашет Хаазину, и в предыдущую неделю мы читали Пашет Хаазину, правильно? С момента, когда была суббота до Рошашана, за неделю до Рошана, мы уже начали читать в Минху, в Минху той субботы, и начали читать Хаазину. Значит, у нас есть две недели в этот раз. Обычные субботы это только одна неделя. Бывает, что даже меньше недели, как после Симха Торы. Во всяком случае, есть вот время, когда община начинает читать очередную главу. Это происходит обычно в Минху, в Шаббат. Кроме как после Симха Торы, тогда это происходит фактически сразу, в саму же Симха Тору, да, мы начинаем сразу же читать в Решит. И потом мы в течение оставшейся недели можем спокойненько читать понемножку недельную главу, читать уже вместе с общиной. И закончить так, чтобы к субботе, или к утру, во всяком случае субботы, если не успели до этого, закончить чтение. И читать, как и Талмуд, здесь нужно дважды иврит, дважды сам текст Торы, и один асрамейский перевод. Арамейский перевод, он как бы объясняет непонятные места, и тогда люди лучше знали арамейский, чем иврит. Поэтому, получается, нужно Шнай Микровеха Таргум называется, дважды микро, саму письменную Тору, и один асрамейский перевод. И потом, решением написали, что если читаешь Раши, да, комментарии к Торе, то это тоже работает как арамейский перевод. А есть особо медагдеким, особо осторожные, те, кто читает и то, и другое. И вот на это сейчас Рамул Штармух целый ряд интересных вопросов задаст, и имеет практическое значение все, что он здесь напишет. Во-первых, почему, говорится, нужно заканчивать свою парши, свои отрывки, свои параграфы, так что ли перевести. Пусть каждый заканчивает свои параграфы вместе с общиной. Почему паршиотав? Может быть, как это имеется в виду, что нужно читать отрывками, что каждый день из этих семи, так действительно Вилинский Гаон делал. У Ризалия есть своя система, там, читать по нескольку стихов, определенные качества стихов о Кабале, в какой день, сколько читать. А потом, значит, в конце, по Ризалию все равно в пятницу читают всю главу снова. Но Угра был и простой методом, он просто читал какой-то отрывок каждый день, небольшой отрывок каждый день, так, чтобы закончить в течение недели всю эту недельную главу. Так вот, на это, видимо, намекает Рамул Штармух, что, может быть, стоит тоже разделить, как разделены наши хумаши в наших изданиях на семь алиот, также разделить здесь на семь отрывков и вот читать каждый день по отрывку. Кстати, я слышал, что у Любавича вроде такой обычай, что они читают, правда, мы сейчас увидим разницу насчет того, именно, как разделено в наших напечатанных хумашах, но, по крайней мере, вот у Любавича вроде обычай именно читать каждый день тот отрывок, который у нас напечатан в хумашах, как очередная алия. То есть, первый день читают Коэна, во второй день читают Леви, в третий день третью алию и так далее. Поэтому, говорится, Паршио Та, как бы, именно его отрывки. А вальхагра зааль цавахше ешли саем гам пептуха о бестума о софиньян вело яду, а ми сидер, это Паршио, шли нишли, шли леви и так далее. Грак, как известно, вообще недоволен был тем, как напечатали, уже в его время было напечатано именно как у нас, напечатано было в стандартных изданиях хумаша, где заканчивается какая алия. И Грак кричал против этого и говорил, что не знаю, кто там это установил, но там очень много неправильно установлено, или, во всяком случае, не идеально. И считал Грак, что следует всегда заканчивать, стараться на там, где закончился какой-то предмет. Не просто посередине текста, когда два предложения связаны, а у нас это как раз новая алия. Зачем? Лучше заканчивать на парше, либо птуха, либо стума, где параграф новый, или хотя бы, если нету парше, то заканчивать на месте, где как-то заканчивается предмет, иньян, а не просто где-то, лишь бы закончить. В этом случае идея понятна, что некоторые специально читают какой-то отрывок, Приготавливают, разделяют паршу на семь отрывков и так читают каждый день свою паршу, так сказать, свою седьмую часть. Теперь его следующий вопрос. Он говорит, непонятно вот по обычаю, что читать также раши. Нужно ли произносить раши? Нет сомнений, что микроэтаргум нужно произносить. А вот раши, это просто комментарий, может быть, достаточно и в мыслях читать. Он говорит, что он не уверен. И вроде, говорит, Минхаг не произносить. На самом деле, есть люди, которые все, что изучают, произносят, и есть в этом преимущество, и Гемор уже об этом говорит. И не только, кстати, наши мудрецы так считали. Лигавдю говорят, что Линкольн, например, все читал всегда вслух. Если читаешь про себя, обычно и так же запоминается. Когда произносишь все, то это всегда лучше. Это Тальму Тора в идеале именно произносить. Тем более, раши к хумашу, когда действительно митсвы именно выполняешь как бы с помощью раши митсву торгума. Но если человек раши читает вместо торгума, тогда, наверное, нужно произносить. Если он читает вместе с торгумом, то есть он уже по гугле закона и без раши выполнил свое обязательство, тогда может быть действительно достаточно в мыслях. Но желательно все равно произнести, видимо. И горится на все это Что человек, который будет все это делать правильно, то есть читать нашу недельную главу вовремя, дважды микро и один астаргум, Талмуд говорит, что за это ему будет длинная жизнь обещана. Это говорит, мы о нем говорили когда-то тоже, Он говорит, удивлялся, что многие люди не исполняют эту забаву, И, видимо, считают, что им это не обязательно, они и так все время торой занимаются. Так наоборот, это же обязанность, говорит. Это не просто желательно, это обязанность. Тем более, что за это еще такая награда обещана, что будет длинная жизнь. Так вот, Есть здесь очень интересная гемора дальше, у нее есть разные гирсы, как еще приведет автор, Что наша гирса так звучит, что один из мудрецов, Он прочитывал, собирался читать все недельные главы в день до Йом-Кипура. Эре в Йом-Кипур заканчивают все главы. Ему сказали, что как же так, это день, когда нужно хорошо поесть. То, кто ест 9-го, все равно, что постился и 9-го, и 10-го. Я уже рассказывал про эту драшу, Растора говорит, Что с вечера уже начинается, с 9-го числа начинается пост Йом-Кипура. То, учат Хазаль, и то, что нужно добавить, То есть, начинать Йом-Кипур не сразу с заходом солнца, А добавить к этому с 9-го числа. Но еще и вдобавок учат, что само 9-е число превращается как бы в Йом-Кипур. Если ешь как следует, то тебе засчитывается, как будто ты постился и 9-го, и 10-го. Так вот, на базе этой драши сказал ему, мудрец, Что если ты будешь целый день заниматься тем, что будешь читать недельные главы, То ты не поешь как следует. Поэтому читай вовремя все. Так вот, это очень странно. Во-первых, по этой истории получается, Что почему именно в день до Йом-Кипура он собирался все это прочесть? Равурум Магулис, правда, ответил на это, Что у них было принято не в Симхо-Тору заканчивать чтение Торы, А в Йом-Кипур. Поэтому нужно было до Йом-Кипура. Но все равно непонятно, Как можно вообще успеть дважды прочесть весь Хумаш, От начала до конца, И один раз Торгум, Все за день до Йом-Кипура. Это почти невозможно. Но есть другая гирса, Которая позже равноштампов приведет, От Аруха, И от некоторых решений, Что у них, похоже, было написано, Что он не все вообще парши собирался читать, А те парши, которые он пропустил во время кала, Как говорится. Кала, это когда люди собирались перед праздниками, И занимались Торой, И, видимо, они так были заняты, Что не могут читать парши в это время. Так он хотел перед Йом-Кипуром, Видимо, прочесть... Ну, вообще это происходило у него дважды в год, Они это делали перед Ниссаном и перед Тишрей. Но у меня остается впечатление, Что здесь имеется в виду именно только то, Что перед Тишрей. То, что перед Ниссаном, Он и так, наверное, мог прочесть тогда еще, Когда-нибудь нашел бы время. А вот то, что перед Тишрей, У него скопилось четыре, наверное, парши, Четыре недели, когда они шаббат-кала, так сказать, Когда суббота, собрание и обучают всех Тори. Ну, заповедям, связанным с праздниками. Поэтому, наверное, он это все делал в вере в Йом-Кипур. Ему сказали, что все равно, Даже тогда ты все равно Недостаточно будешь кушать в течение дня, Поэтому лучше так не делай. И все нужно делать вовремя. И так пишет на это Рамош Тамбух. Коля алхэльвиша тэбис иши, Да, тот, кто ест девятого, Ему засчитывается, как будто он поселся И девятого, и десятого Тишрей. Вика шех цадхало еш зман лишним, Говорит, удивительно, ведь есть время на самом деле на то и на другое, Что недостаточно времени, чтобы ее успеть Поесть и успеть прочесть. Вегам лама Сабер лихмаш лимху Ли паршиот декула шата бемалы йома Декепурии. И вообще, почему именно перед Йом-Кипуром Хотел закончить все субботы года? Почему именно перед Йом-Кипуром? Я уже сказал, а ты мне равно не могу ли? Слушай, может быть, я не заканчиваю чтение Торы В Йом-Кипур тогда. Так же, как для нас самое последнее время закончить, Если человек не успел, это до Симха-Торы будет. Он говорит, что, наверное, ради того, Кстати, не только он, кажется, такое видео уявится, Уже было предположение такое сделано, Что он хотел именно закончить главы до Йом-Кипура, Чтобы это было ему дополнительной заслугой. Вот как известный диспут, Делать ли Кидош Ливана до Йом-Кипура, Что Рыма говорит, что подождать после Йом-Кипура. А Граг говорит, наоборот, будет больше заслуга человека до Йом-Кипура. Пусть сделает Кидош Ливана пораньше. Так же и здесь. Он старался закончить все недельные главы, Все, что у него обязанности скопились, Все сделать до Йом-Кипура, Чтобы это тоже перевесило шкалу, так сказать, его заслуг. Да, тем более, что за эту заслугу, как говорится, У него будут длинные дни. И еще говорит, что, может быть, на самом деле, Чем больше он будет есть в течение дня до Йом-Кипура, Как следует нормально трапезы устроить, Это все время будет митсва. И так, говорит, выглядит из раши. То есть тоже можно догадаться тогда, Почему он не хотел, Почему тот мудрец, который с ним поспорил, Не хотел, чтобы он именно в день до Йом-Кипура Занимался так много чтением недельных глав, Потому что он как следует не поест. Он, может быть, немножко сможет поесть, Но чтобы все время есть побольше, да, в течение дня, Он не сможет. Так вот, пишет даже о Моштаймах, Я, говорит, удивляюсь, И почему он в течение года все-таки не читал вовремя парши И все оставлял до Йом-Кипура сначала? Что он предполагал вообще, Чтобы читать все парши перед Йом-Кипуром, А не вовремя? Тем более, что потософот нужно митсву эту сделать До еды в субботу, да, То есть каждую неделю нужно до еды в субботу Уже успеть прочесть недельную главу. А он, получается, ли от хила оставлял все на эре в Йом-Кипур? Как это так? Так вот, он, видимо, считал, говорит Рамош Тарамбух, Что достаточно вместе с общиной прочесть один раз Письменную Тору и Тарбум. То есть и этот мудрец, Его звали Равбиби, Барабая, Что он тоже читал со всеми, Как и мы делаем в течение недели. Но он не читал второй раз микро. То есть один раз он читал микро, И один раз перевод на арамейский. А вот вторую микро он оставлял до эре в Йом-Кипура. И вот это уже он хотел прочесть, получается, Всю Тору перед Йом-Кипуром. Может, даже особый будет заход. Перед Йом-Кипуром прочесть всю Тору от начала до конца. Это уже можно успеть. Это не так долго занимает. Можно за один день прочесть всю Тору. Хотя это много часов займет. Во всем случае, этим он отвечает. И на кушаю, которую я задал, Как можно успеть прочесть дважды микро и один астаргум, Все за один день в Йом-Кипур. По его мнению, получается, Он только один раз дочитывал. Второй микро дочитывал в Йом-Кипур. И на это ему сказал мудрец, Какой-то старейшин ему сказал, Что и это неправильно, Что все нужно вовремя читать. Это все говорит по нашей гирсе. Это вот то, что у нас на пометке к Талмуду, Маленькими буквами обычно напечатанной. Там он приводит другую гирсу. Я уже сказал, что у них там гирсы связаны с тем, Что это все, наоборот, Было не всего года он читал в последний момент, А только нескольких недель скопившейся парши, Которые он не мог прочесть, видимо, Потому что очень были заняты во время этих особых суббот, Перед праздниками. И на этом я на сегодня закончу. Урок посвящался... Субтитры создавал DimaTorzok